Основная цель форума – создать новые рабочие места, что позволит местным не покидать родные пенаты, а наоборот – поднять экономику края. Агротуризм – это то, что может быть дополнительным видом деятельности населения. Если сельское хозяйство – это классический вид занятости, привязанный к погоде, непогоде и прочим вещам, то агротуризм – это круглогодично, это постоянно, и это, мне кажется, то, что имеет очень хорошие перспективы для того, чтобы создавать новый уровень жизни на селе в целом. В форуме участвуют гости из Казахстана и Чехии. Конкурсная комиссия отбирает самые живописные места – природный ландшафт, историческая ценность, потрясающий внешний вид и не более двух тысяч жителей, а также и то, какую обстановку они создают в своем селе. «Преимущества и критерии каждой деревни к каждому селу не обязательно должны быть одинаковыми. Они не должны быть похожими. Обычно в таких местах очень красивая и колоритная атмосфера – здания, сохраненные с давних времен и так далее. Также важно, какую роль в активной жизни села принимают жители абсолютно всех возрастов». Попасть в топ-лист – значит расширить и туристические возможности, ведь посмотреть на аутентичный быт съезжаются люди со всего мира. Убедились в этом старообрядцы села Десятниково. «Я первых три дня смотрела на это с интересом и думала, что куда мы лезем, мы будем так говорить. А после трех дней я поняла, что мы возьмем на самом деле свою духовность, своими людьми, своим таким отношением, неравнодушным к тому месту, где мы живем». Министерство туризма планирует внедрить меры господдержки для сельского туризма. Сейчас идет работа над подготовкой программы по выделению грантов со следующего года. Юлия Пермякова, Жаргал Цериндашиев. Новости дня.